Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Татьяны Молокова прямо сейчас о главных новостях в Чувашии и в России. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Десятки тысяч жителей республики, в том числе Чебоксар, сегодня проснулись еще до будильника из-за удушающего запаха гари. Примерно в 4 часа утра населенные пункты заволокло дымом лесных пожаров, который принес изменившие направления на северное, ветер и соседний Мариел. Некоторые буквально в панике пытались понять, не горит ли их дом. Вот что республике рассказали люди на улицах о том, как встретили сегодняшнее утро. Утром сегодня очень сильный смок был. Даже дышать тяжело было от этого. Но это ужасно. Люди не соблюдают, делают шашлыки, может быть, не тушат. И вот сейчас завол уже закрыли из-за этого, я так понимаю. Пошли купаться. Все в моде в таком. Грязь не видно. Безобразие. Жители Чувашии вспомнили 2010 год. Тогда горели леса Заволжья и Центральной России. Москва укутала непроглядными клубами дыма от горящих торфянников в Шатурском районе Подмосковья. Тогда ситуация была хуже, чем сегодня. Столбики термометра местами подступали к отметке в 40 градусов. Сегодня не выше 22 по Цельсию. При этом прогнозы синоптиков неутешительные. Изменение погодной обстановки ожидается только в начале сентября, когда центр антициклона сместится на Урал. Дождей в ближайшие дни тоже не ожидается. Это связано, опять-таки, с областью высокого давления. Поэтому одна надежда на то, что спасатели, МЧС и все, кто борется с огнем, который сейчас горит в море, смогут справиться с ним. Врачи рекомендуют не выходить из дома. По возможности закрыть окна, пить побольше воды, принимать чаще душ, есть фрукты и овощи. Особенно это касается беременных, детей, больных хроническими заболеваниями легких и тех, кто переболел коронавирусом. Желательно исключить прогулки на свежем воздухе в часы пик. Это у нас утренние часы и днем, когда идет жаркая погода. И, конечно же, нужно защищать органы дыхания. В регионе сохраняется режим повышенной пожарной опасности. За разведение костров, в том числе на личных участках, выписываются штрафы. Гражданам обратились и представители регионального МЧС. С раннего утра в столице Чувашии, в городе Новочебоксарск, а также на территориях Чебоксарского, Мариинско-Посадского и Козловского районов республики наблюдается задымление. Причиной образования смога стал ветер, несущий дым из горящих лесов соседней Мариэл. Необходимо учитывать, что наибольшее затруднение задымление может вызывать в утренние и вечерние часы, когда смог концентрируется в приземном слое. В полудню земля прогреется и под воздействием восходящих потоков воздуха дым поднимется вверх. На сегодняшний день ликвидация очагов природных пожаров республики Мариэл продолжается. В настоящее время площадь активного горения составляет 34 диктана. В тушении задействованы 175 единиц техники и около 1000 человек. Обращаюсь к гражданам нашей республики воздержаться от посещения лесов, быть осторожными и о каждом случае возгорания, если будут обнаружены, сообщить нашей диспетчерской службе. При этом спасатели обращаются к тем, кто все-таки решит открыть окна и проветривать квартиры, особенно на высоких этажах. Предельно внимательно следить за малолетними. Татьяна Трофимова, Вадим Муравьев, Ева Крутова, Юрий Марков, Республика. Всего за уходящее лето в республике зарегистрировано 1104 пожаров, в которых погибли 63 человека, в том числе четверо детей. При этом в последние годы серьезно обновляется парк пожарной техники. За пять лет для противопожарной службы Чуваши закуплено почти три десятка автотистерн и другое оборудование, которое позволяет бороться с огнем, в том числе на высоких этажах зданий. Какая еще может быть машина, если не красная? В пожарной части номер 32 пополнение в автопарке. Автоцистерна и автолестница две в одной. Хорошая современная машина. Заменяю сразу две спецтехники, можно сказать, и автоцистерну, и лестницу в одной машине. И современные, мощные, насосы современные, мощные. И пожарным работать на нем, легче тушить на высотных зданиях, например, на высоте до пятого этажа. Первым делом на новой машине не красоваться по улицам города. Первым делом проверка, что называется боем. Пожарные приехали в детский сад, отрабатывали слаженность действий. Теперь бороться с огнем без знания компьютера никак. Чтобы научиться выдвигать лестницу, казалось, чего уже проще, ездили обучаться в соседнюю республику. В Татарстане такие машины на посту уже несколько лет. В текущем году мы приобрели за счет средств республиканского бюджета две пожарные автомашины. Одну из которых мы на прошлой неделе вручили пожарной части, которая обслуживает Шимушинский район. И вот сегодня добротный новый автомобиль, комплексный, где у нас сочетается и пожарная автоцистерна, и автолестница для обслуживания Красноармейского района. В текущем году в Красноармейском районе произошло 16 пожаров. Погибли два человека. Основные причины – неосторожное обращение с огнем. В бою все средства хороши. Меры профилактики можно также отнести к классу эффективных инструментов. Учения МЧС, готовность к эвакуации учреждений и, конечно же, предупреждение об опасности. Мы ежедневно занимаемся, проводим работу по приемке образовательных учреждений к новому учебному году. Ежедневно проводим профилактику пожаров в жилом секторе, раздаем памятки, проводим беседы, инструктажи. Вы сами видите, что вся страна горит, и наши соседи. Сейчас Марийская республика, Мордовская. Хотя в республике действует особый противопожарный режим, но, тем не менее, люди не все соблюдают. Вот эти меры выезжают в леса. Где-то причиной пожаров и человеческий фактор. Если пожар перекинется на нашу территорию или будет угроза уже в нашу сторону, у нас уже готова группировка, силы СССР готовы. По первой команде тоже будут выдвигаться и принимать участие в тушении пожара. Как заявляют в региональном МЧС и по прогнозам синоптиков, современная пожарная машина может понадобиться уже очень скоро. Некатерина Шеверова, Алена Алтухова, Георгий Кривошейн, Республика, село Красноармейское. На проходящем в подмосковном парке «Патриот» международном форуме «Армия-2021» глава Чуваши встретился с руководителями предприятий республики, которые представляют свои разработки, в том числе в заявленной теме форума «Диверсификация» от английского разнообразия. Предприятия, что называется «Заточенные на оборонку», должны дополнить ассортимент гражданской продукции. По мнению руководителя региона, создание промышленных парков и кластеров может стать одним из эффективных инструментов, позволяющим предприятиям ВПК завоевывать новые рынки, в том числе иностранные. Сегодня в Чувашии успешно действуют несколько кластеров – электротехнический, IT, машиностроение и химический. Именно такая кооперация позволяет решить многие проблемы – обеспечение сырьем, применение новых технологий, снижение себестоимости конечной продукции. Использование кластерных подходов, создание технопарков, они являются максимально перспективными, потому что экономика Чувашьей Республики основана на достаточно большой доле предприятий промышленного сектора, обрабатывающего сектора. А те научные разработки, которые на сегодняшний день имеются, в том числе на предприятиях оборудованного промышленного комплекса или предприятий, которые работают в этой сфере, в том числе в соответствии с поручениями президента, естественно, могли бы быть использованы для развития этих классов. На встрече с делегациями предприятий Чувашия, выставившими свои экспозиции на форуме «Армия-21», Николаев отметил, что надо активнее выстраивать отношения с малым и крупным бизнесом, как в сфере производства военной продукции, так и в гражданском секторе. Сегодня все наработки в оборонно-промышленном комплексе, то есть инновационные наработки, надо конвертировать в продукты и технологии для гражданского использования. Мы с вами тоже очень активно двигаемся, но теперь, мне кажется, нам очень важно находить пути взаимных операций, чтобы мы с вами через операцию, через усиление друг друга могли бы найти даже новые, может быть, иные решения, которые усилят каждого из нас, но за счет объединения создадут абсолютно новый продукт, который может в итоге нам занять новую миссию на рынку. На встрече сообщили, что сейчас прорабатывается возможность расширения сотрудничества предприятий Чувашии с российскими железными дорогами и проведения Дней Чувашии в посольствах разных стран мира в России. Остались без крыши над головой в буквальном смысле и обратились к президенту. Проблемы жителей Новочебоксарского многоквартирного дома начались 14 июля после пожара. Репортеры Республики Первыми в эфире рассказывали об этом инциденте. Тогда выгорела крыша общежития, людей экстренно расселили в пункты эвакуации. И вот сегодня появилось видеообращение к главе государства с жалобой на бездействие местных властей. Надо. Детям вот одеваться надо, школу провожать надо. У нас компенсации не платят, денег нет вообще. После появившегося в сети интернет-видеообращения на официальном сайте прокуратуры Чувашской Республики появилась информация о повторной проверке. Цитирую. В настоящее время в связи с публикациями, распространенными в сети интернет, будут организованы дополнительные проверочные мероприятия. В том числе дана оценка органов власти города Новочебоксарска. По организации всех необходимых мероприятий, в том числе оказанию помощи пострадавшим. Конец цитаты. Отмечу, что по факту пожара возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». И в эти минуты комиссия с участием прокуроров, представителей городской администрации Новочебоксарска и репортеров программы «Республика» работает в сгоревшем общежитии. Все подробности уже в наших следующих выпусках. Кроме того, прокуратура инициировала проверку после того, как в программе «Республика» вышел репортаж моей коллеги Екатерины Шеверовой о, по сути, свалке, которая образовалась из-за недостатка мусорных контейнеров на одном из перекрестков в южном поселке в Чебоксарах. Горожане обратились в Центр управления регионом и рассказали о том, что на пересечении улиц Магнитского и Фадеева на месте сбора мусора на 8 улиц всего 4 контейнера. И, естественно, все они всегда переполнены. Репортеры «Республики» встретились с жителями южного поселка, увидели разбросанные отходы и почувствовали, чем пахнет бездействие ответственных, вернее, безответственных лиц. Вот в таких нечеловеческих условиях, просто чудовищный запах, играют дети. Мальчик, давай не будем играть на дороге. Репортеры «Республики» продолжат теперь вместе с прокурорами следить за развитием событий. В ближайших выпусках кто должен ответить за мусорные завалы и как решится проблема жителей южного поселка. Сегодня начались компенсационные выплаты хозяйством по и лишившимся поголовье свиней в связи с африканской чумой свиней. Всего в списке пострадавших 13 ЛПХ, в которых изъяли и уничтожили почти две сотни животных. Напомню, вспышку АЧС зафиксировали 12 августа, когда лабораторный анализ подтвердил инфекцию у дикого кабана, подстреленного в Маргаушском районе. Карантинный режим был введен в двух районах республики и действует до 14 сентября. На дорогах работали пять попускных пунктов, досматривался автотранспорт. Была запрещена перевозка свиней и мяса животных в любом виде. Для отмены всех ограничений будет необходимо специальное распоряжение санитарных властей. После объявления карантина по африканской чуме свиней, министерством было изданное распоряжение о проведении регулирования численности на территории всей Чувашской республики. За истекшую неделю добыто порядка 28 кабана. Работа по регулированию численности будет продолжена до приведения к нормативной плотности кабана. Это 0,25 особей на 1000 гектаров. Отмена контрольно-пропускных пунктов произведена в связи с тем, что проведены все мероприятия по изъятию поголовья свиней в угрожаемые зоны. И границ эпизодического очага. И проведение мероприятий по дезинфекции на указанной территории. Около полутора миллионов рублей подлежит возмещению затрат на изъятых животных. И добавлю, что сумма выплат зависит от веса изъятых свиней. В среднем по 119 рублей за килограмм живого веса. Центр избирком республики утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования по единому округу на выборах депутатов Госсовета Чувашии. Каждый избиратель получит два бюллетеня. В одном будет список кандидатов от партии по единому округу. В другом – фамилии кандидатов по одномандатному округу. Напомню, что на выборах в парламент республики Чувашия поделена на 22 одномандатных округа. Также бюллетени для голосования на выборах депутатов Государственного совета будут переведены на чувашский язык. 85% туристов, приезжающих в Чувашию, останавливаются в Чебоксарах. О развитии туриндустрии говорили сегодня на выездном заседании Комитета Госсовета Чувашии по бюджету, финансам и налогам. Более 800 миллионов рублей такой бюджет туристической отрасли на три года. На эти деньги будут разработаны и новые маршруты, и предложения для путешественников. Так, в Чебоксарах приводят в порядок Красную площадь, Московскую набережную, залив, берегоукрепительные сооружения. В Козловке и Мариинском посаде начали готовить проектно-сметную документацию на строительство причальных стенок. Стоит заметить, что и сами жители Чувашии активно пользуются мерами поддержки путешественников, чтобы лучше узнать свою малую родину. Многие граждане страны и республики смогли воспользоваться так называемым кэшбэком на путешествия и отдых внутри страны. Возвращалось до 20%, а также возвращалось 50% родителям, которые оплачивали отдых детей в оздоровительных лагерях. В Чувашии по программе кэшбэка у нас участвует 8 коллективных средств размещения. Обсудили сегодня депутаты республиканского парламента и поступление в дорожный фонд. В 2021 году он равен 5,5 миллиардам рублей. Средства фонда направляются на организацию фото, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, прежде всего скоростного режима и выезда на встречную полосу движения. Часть средств потратят на ремонт и содержание дорог. Мы планируем отремонтировать 389 километров автодорог. Из них 171 километр – это в асфальтобетонном покрытии. Остальные – это грунтовый и щебеночный вариант. Построить 9,6 километров автодорог и 8,1 километров наружного освещения. Роботы-официанты, умные дома, летающие машины из-за грани реальности шагнули в нашу жизнь. Чуваша вошла в топ-3 регионов по количеству разработанных стратегий для цифровизации республики. Предложены электронные сервисы упростят связь жителей с министерствами, ведомствами, госучреждениями, избавят от очередей и в поликлиниках, и больницах. И даже подстроят уличное освещение под разные погодные условия. Всего 128 проектов в 17 отраслях. Нами был создан сайт «Цифра 21», где была основная информация по тем проектам, которые затрагивают интересы наших жителей. И, соответственно, все желающие могли принять личное участие в разработке стратегии, то есть подать свою идею, высказать свое мнение о проекте, либо оставить свой голос за наиболее понравившийся проект по каждому из направлений. Образовательные курсы прошли, деловые встречи состоялись. Иволга, молодежный форум «Без границ», как его назвали сами организаторы, официально закрыт. Победители грантовых конкурсов объявлено выбрали 34 лучших проектов в Приволжском федеральном округе. Пять из них принадлежат авторам из Чувашии. Дальше, ближе к делу, молодые и перспективные начнут реализовывать идеи, на которые теперь есть средства. Добровольчество, лидерство, медицина, экология и даже политика и бизнес – это только часть направлений, по которым были представлены проекты на молодежном форуме Приволжского федерального округа Иволга. Второй год подряд он прошел в онлайн-формате из-за пандемии, но на креативности идей это никак не сказалось. Владислава Смирнова придумала, как обратить внимание молодежи на экологические проблемы родного края, страны и всей планеты, без едва ли не экстремистских призывов в стиле Греты Тумберг. На создание специальной лаборатории она получила грант в размере 650 тысяч рублей от Федерального агентства Росмолодежь. На самом деле очень вполне, до сих пор не верится, руки трясутся, необычные эмоции, так скажем, даже щечки онемели. Фишка такого моего проекта то, что люди, которым мы, как скажем так, дадим базовые знания об экологии, правильном обращении со вторсырьем, бумагом, металлом, пластиком, будут передавать свои знания дальше. Студентка шестого курса медицинского факультета Анастасия Капитонова собирается обучать волонтеров-медиков, а зам первой помощи в районах республики. На это у нее теперь есть 200 тысяч. Как все участники, я очень переживала и казалось, что защита прошла не так, как хотелось, не так, как планировалось. И поэтому я сейчас немного в таком эмоциональном шоке, то что, несмотря на все какие-то отрицательные нюансы, которые, казалось бы, были, все-таки вошла в число победителей. Проект неформального образования достаточно на формальном языке представила Рамиля Нургаянова. У нее все четко. Идея, реализация, трансформация, 330 тысяч на все. По опросу студентов Чувашии они мало осведомлены о том, что такое неформальное образование, мало принимали участие в подобных мероприятиях. Поэтому мы решили с командой нашего проекта создать такую школу, образовательный интенсив, где они бы смогли проверить себя, прокачать свои навыки и вообще подумать о том, как может развиваться неформальное образование. Отличилась и команда Пупсики из Чувашии. Программа «Республика» уже рассказывала, как она сражалась за столом, что, где, когда в молодежном чемпионате Приволжского федерального округа. Третье место – заслуженная бронза. И доказательство того, что даже те, кто называет себя пустоголовым пластиковым пупсом, могут креативить и отвечать на самые каверзные вопросы не только ведущего, но и самой жизни. Татьяна Трофимова, Юлия Адюкова, Павел Ракитин. «Республика». Жительница деревни Ижикея Красночитайского района Валентина Плисова удостоена знака материнской славы Чувашской республики «Оне». Наградой присуждается многодетным матерям, чья жизнь – пример для многих. О материнской доблести и женской отваге, но не ради награды. Екатерина Никитко. Помимо воспитания детей, у Валентины большое приусадебное хозяйство. Она работает, еще и делает вместе с мужем ремонт в новом доме. Как все успеть и преуспеть в этом для одних – загадка, для нее обычная жизнь. Валентина – любящая мама и любимая жена. С мужем Евгением они воспитывают троих девочек и двух мальчиков. Девиз семьи – все вместе. Вместе покормим кур и бычков, вместе приготовим ужин и вместе сделаем уроки. Мама трудолюбивая. Всю работу, которую я не успеваю делать, мама делает за меня. Например, я сегодня чашки не домыла, мама домывает. Помимо своих пятерых, у Валентины еще 15 деток, которые ждут ее внимания на работе. Она – помощник воспитателя в детском саду. Сама женщина говорит, что для многодетной мамы это скорее еще один дом, где весело, тепло и уютно. Давай красный еще положим. Красный еще. Зеленый еще. Она у нас очень терпеливая, очень, скажем так, всегда может выслушать в любой момент. Ее дети любят, всегда ждут с нетерпением. Хоть и говорят, что небольшой дом может вместить целую вселенную, Плисовым всемиром уже тесно. С нетерпением они ждут переезда в новый двухэтажный просторный дом. Там у каждого своя комната. Строительство идет полным ходом. Глава семейства, пока дочки в школе, а мама на работе. Вместе с сыновьями штукатурят стены и вешают полочки. Штукатурку делаем вместе. Сами пытаемся. Все. В сентябре планировали зайти. Получится, надеюсь. Соседи говорят, что такую дружную и крепкую семью мало где встретишь. Девочки – послушные ученицы и участницы всевозможных конкурсов. Мальчики – будущие сильные и ответственные мужчины. Их семья, где у мамы с папой пятеро детей, точно состоит из тех самых семерых «Я». Екатерина Никитко, Юлия Адюкова, Игорь Зверев, Красночитайский район, Республика. Маленькие певцы на большой сцене. Чебоксарская группа «Дети России» исполнила песню «Идет солдат по городу». Ее многие считают песней военных лет. На самом деле музыка и стихи написаны в 1976 году. И тем не менее, она стала неофициальным, прежде всего, солдатским гимном сначала Советского Союза, а затем и России. Сегодня композиция прозвучала в исполнении юных чебоксарцев. Их выступление транслировалось на экраны в пределах Храма Вооруженных сил в Подмосковье, Храме Христа Спасителя в Москве, а также в эфире греческих телеканалов. Концерт состоялся в рамках международной акции «Россия-Греция. Вместе сквозь века». Идет солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок девичьих вся улица светлая. И в конце выпуска еще раз о погоде. В ближайшие дни ее характер в регионе не изменится. Сохранится переменная облачность, местами, возможно, кратковременной дожди. И наша телекомпания объявляет кастинг ведущих прогноза погоды. В ближайший четверг, 26 августа, в 19.30 по адресу Проспект Ленина, 15. Здесь находится наша редакция и пройдет кастинг ведущих. Вы обаятельны, у вас хорошая дикция. И сказав всего одну фразу, в эфире прогноз погоды, вы можете приковать к себе внимание. Тогда мы ждем именно вас. Подробности по телефону редакции 8 926 21 5 21 21. Я Татьяна Молокова, на этом с вами прощаюсь. Поддержайте, и у вас все получится. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова